добро пожаловать меня зовут ирина и мы продолжаем тему как воспитать замечательного ребенка по методу монте-сори от рождения до года 9 месяцев человечек находится в теплом уютном темном месте слышит приглашенные звуки появляясь на свет малыш испытывает стресс поэтому некоторые роддомы предлагают темные и теплые комнаты с успокаивающей музыкой где все говорят приглашенным голосом чтобы облегчить рождение малышу после рождения малыша сразу кладут к маме на грудь чтобы он немного отдохнул и связался с ней при помощи прикосновения ее голоса и ее запаха отсюда начинается путешествие этого человека он будет все поглощать как губка каждый взгляд каждый звук каждый запах и прикосновение которые он испытает останутся в его глубокой памяти когда мы как родители осознаем это тогда мы осознанно будем оставлять впечатление на детей своими словами своими поступками и с чем мы разрешим им контактировать с первого дня рождения еще раз это очень важно он будет все поглощать как губка каждый взгляд звук запах и прикосновение которые он испытает останутся в его глубокой памяти когда мы как родители осознаем это тогда мы осознанно будем оставлять впечатление на детей своими словами своими поступками и с чем мы разрешим им контактировать с первого дня рождения сенситивный период начинается с самых первых минут и очень важно чтобы после рождения новорожденных первых два часа провел кожа кожи со своими родителями так ребенок чувствует себя в безопасности и между ними появляется связь монтесори рекомендует нежный массаж для малыша он углубляет связь полезен для пищеварения циркуляции и релаксации на эту тему есть очень много книг и видео проконсультируйтесь с педиатром сами хорошо изучите этот вопрос так как для каждого возраста применяется разный массаж узнайте когда его лучше делать и как долго если у вас есть опыт и ссылки на эту тему пожалуйста поделитесь в комментариях с первых дней а лучше до рождения разговаривайте с baby смотрите ему в глаза объясняйте что вы делаете простыми словами сейчас я тебя переодену подняли ножку подняли ручку вам не нужно использовать детский лепит то есть говорить на непонятном языке вместо этого можно говорить эмоциональнее на высоких и низких тонах можно также использовать язык жестов например кушать пить молоко сок все спать жарко холодно шум привет пока и так далее используйте свои жесты или те жесты которые уже показывать вам ваш малыш как только baby начнет сидеть у вас на коленях и станет более сфокусированным начните читать ему книжки дайте ему к ним прикоснуться рассмотреть картинки он пока не говорит но поверьте его словарный запас уже начинает обогащение почему важно читать книжки потому что там встречаются новые слова для ребенка которые вы сами не используете в повседневной жизни пойте и ставьте музыку детям колыбели и мелодии развивают слух и ту часть мозга которая связана с математикой кстати ученые доказали что дети узнают музыку которая мама регулярно слушал после 25 недели беременности самое лучшее питание это грудное молоко оно легко усваивается полно витаминов обеспечивает идеальное питание содержит антитела которые защищают дитя от инфекций и болезней всемирная организация здравоохранения рекомендует исключительно грудное вскармливание то есть никаких жидкости и твердых продуктов в течение первых шести месяцев а затем продолжать грудное вскармливание с сочетанием с твердой пищей в течение двух лет или столько сколько пожелает мать и ребенок для укрепления связи партнеры могут кормить малышей с цежным молоком из бутылочки кожи детей невероятно нежная поэтому одежда и подгузники должны состоять только из натуральных материалов никакой синтетики дабы избежать раздражения забываем о высокой моде и одноразовых подгузниках да нет одноразовым подгузником используем мягкие хлопковые самодельные подгузники потом стираем их как когда-то делали наши предки либо приобретаем несколько хлопковых герметичных трусиков на кнопках куда внутрь подкладывается прокладка как только baby сделает свое дело самодельный памперс утяжелиться и это поможет нам легче распознать если малыш стал мокрым и главное мы убережем нашу планету от лишнего мусора сон важная часть жизни для любого человека новорожденные спят очень много но ни в коем случае нельзя спать с малышом в одной кровати так как во первых это опасно есть риск удушения и потом будет тяжело приучить его к своей кроватке малыш спит отдельно в своей детской кроватке где не должно быть никаких подушек одеял и игрушек монтессори рекомендует пеленать новорожденных только первых две недели а потом раскрывать его чтобы он начал учиться контролировать свои ручки и ножки вовремя и аккуратно подстригаем ему ногти чтобы он себя не расцарапал по этой теме хочу поделиться информацией из книги педиатра харви карпа искусство успокаивать детей у многих новорожденных от двух недель до четырех месяцев начинаются колики это проблемы с пищеварением или газики либо стресс матери влияет на гормоны и состав молока меняется либо много других причин в общем это когда ребенок плачет не переставая иногда продолжительностью до трех часов если доктор вашего baby сказал что с его здоровьем все хорошо и это просто колики мы проверяем сухой ли ребенок температуру холодно жарко не мучает ли его запор или отрыжка проверяем носовые проходы чтобы были чистыми и когда все в норме и он до сих пор плачет тут harvey карп предлагает создать четвертый триместр то есть условия материнского утроба темнота теснота тепло равномерный шум постоянное питание которое давало плацента и так чтобы успокоить малыша нужно пеленать укладывать на бок или на животик создать щипящий звук это белый шум или традиционный монтессори также рекомендует использовать белый шум укачивание не трясем вниз а плавно укачиваем со стороны в сторону придерживая голову и сосание даем пустышку с двух недель до этого baby должен привыкнуть груди отучаем от пустышки в 3-6 месяцев я кстати не давала своей малышке пустышку так как мой доктор посоветовала прикладывать ее груди в случае ее капризов комната ребенка должна быть светлой цветной но не оляписты со вкусом чистой чтобы там всегда был порядок мебель детского размера шкафы хорошо прикреплены чтобы ничего не отцепилось случае если малыш потянет на себя или залезет на них убираем замазываем закрываем все что принесло бы опасность маленькому человеку вспоминаем про безопасность в доме о которой я говорила в первой части нам это все нужно для того чтобы обезопасить самостоятельную жизнь ребенка вместо кроватки с забором используем обычный матрас я оставлю ссылку на канал хапа фэмили где мама эшли рассказывает и воспитывать своих детей по методу монтессори там вы можете увидеть детскую комнату ее малышей видео на английском языке но все равно можно увидеть идею одеяло и подушки используем после года или лучше позже картинки вешайте не на уровне своих глаз а на уровне глаз малышей не используйте изображение из мультиков то есть выдуманных и не настоящих персонажей дети в маленьком возрасте не отличают правду от фальши реальность от фэнтези у них еще не развита логика поэтому они верят всему пожалуйста не пугайте их бабаёшками и монстрами потому что отсюда начинаются различные психологические проблемы феи и волшебницы обнадеживают например после просмотра человека паука зачастую дети хотят чтобы их укусил паук после просмотра мэри поппинс я например прыгала зонтиком с небольшой высоты надеялась взлететь монтесори предлагает знакомить детей с фэнтези после 5 6 лет поэтому на стену лучше вешать картинки с настоящими животными природой либо семейными фото также осознанно подбирайте книги с реальными картинками если вдруг там будет фиолетовая собака обязательно объясните ребенку что таких не бывает что мышки не моют пол и что посуда не разговаривает напоминаю все о чем я говорю это всего лишь знание из книг это просто идеи не нужно слепо следовать потому что каждый ребенок уникален и каждому нужен индивидуальный подход мы все развиваемся по-разному консультируйтесь с педиатром вашего малыша но всегда изучайте и перепроверяйте информацию сами и слушайте свое сердце в первые месяца игрушки практически не нужны кроме погремушки и мобили о которой я расскажу позже с трех месяцев они становятся активнее начинают все трогать хвататься изучать можно надеть такие носочки для развития зрения потом baby начинает все тянуть в рот примерно до двух лет плюс минус имейте это виду чтобы ему не попадались мелкие детали в руки 6-9 месяцев может и раньше приобретите прорыватель для зубов только малыш научиться сидеть и ползать ему будет интересно крутить такой барабан это развивает координацию и усиливает мышцы рук и запястья перекатывающая игрушка соблазняет достать ее развивая силу и настойчивость не надо ее приносить ему пусть управляется самостоятельно можно уже завести традиционную деревянную башню из колец малыш еще не будет собирать ее по порядку но ему будет интересно хвататься за колечки и рассматривать цвета с 9 месяцев усложняем задание пазлами например стаканчик с яйцом пазл из одной или нескольких фигур показываем как это работает начинаем с круга так как его легче ставить ячейку коробка имбукаре вызывают любопытство об исчезновении и повторном появлении мяча ребенок открывает задвигает поднимает мяч или монету и просовывает в щель такую коробку можно сделать самим из-под коробки от обуви как вы заметили все игрушки качественно сделаны из дерева никакого пластика вообще не советуется давать детям игрушки на батарейках которые сами развлекают ребенка так как это делает их не активными а наоборот пассивными потом он обязательно захочет покрутить согнуть ее в итоге скорее всего просто сломает когда дети рождаются они видят только на 30 сантиметров от себя глазки слабые иногда перекашивается поэтому мы вешаем над кроваткой мобиль это такая карусель с объектами для развития зрения ее можно сделать самим до трех месяцев используем четкие рисунки с высоким контрастом желательно черно-белый после трех месяцев они уже распознают лица следят за движущимися объектами тянутся за тем что видят и только к 7 месяцев у них развивается полная палитра цветов уже хорошо видят вдаль и легко следят за объектами после 7 месяцев или раньше полезно играть в прятки прячем свое лицо ладонями то есть исчезаем открываем то есть появляемся обратно либо накрываем игрушку одеялом и открываем малыши в восторге от таких игр он будет использовать рабочую память и ждать когда кто-то или что-то появится обратно этим самым развивает импульсивный контроль и так мои любимые как только малыш научиться сидеть и держать вещи в руках мы заводим корзинку сокровищ в корзинку собираем достаточно крупные предметы чтобы их невозможно было проглотить никаких острых углов или чего-то опасного для прикосновения или то что могло бы отломиться и проглотиться наполняем ее постепенно вещами разных форм цветов веса текстур и запаха это могут быть металлические поварешки или венчик деревянная ложка камень возьмите банку для специй засыпьте туда фасоль или рис чтобы она издавала звук плотно закройте ее в пустую солонку полосить и листья розы или листья чая для запаха найдите что-то из материала например клубок пряжи или шелковый шарф корзинка с такими сокровищами вызывает чувство вопроса удивление и открытие она прекрасно развивает органы чувств baby исследует все внутри трогает различает формы и текстуры чувствует что камень тяжелый банка холодная трясет ее и слышит звук рассматривает ложку пробует ее на вкус запомните все что там находится будет у него во рту перед использованием все помойте как познакомить для начала сядьте рядом и просто наблюдайте потом ничего не говоря возьмите к примеру солонку и понюхайте положите ее обратно наверняка малыш тоже ее возьмет и понюхает либо возьмет что-то другое вот идея для сокровищ купите новые предметы домашнего опихода для своей корзины сокровищ и вымойте их перед использованием это должно быть что-то металлическое например колокольчик ложки маленький венчик что-то из природы камень перо ракушка деревянная ложка деревянное яйцо кондитерская щетка обувная щетка стеклянная кружка банка для специй кто-то из ткани например атласные или бархатные ленточки клубок к шерсти резиновый шарик мыльницы зубная щетка предметы которых следует избегать это мелкие объекты предметы с острыми краями с незакрепленными нитями хлопьями или кусочками и все что может быть вредным и так далее видите как особенно важен первый год жизни и сколько всего можно дать а дальше будет еще интереснее пожалуйста оставляйте свои комментарии напишите что думаете о всем услышанном что узнали нового и делитесь своим опытом увидимся в следующем видео пока пока в следующем видео